Видео, созданные нейросетями, уже вытесняют обычных блогеров из YouTube. На примере псевдонаучных каналов я вам сейчас расскажу, как нейросети, такие как ChatGPT, например, хоронят блогин и ведут в новую эру синтетического YouTube, где блогеры уже не нужны, а все видео создаются автоматически. Привет, друзья! Я Игорь, сооснователь сервиса Creator Tools. Рад видеть всех, кто любит YouTube, создает контент или просто смотрит что-то интересное. Конечно же, я сам не только создаю видео, но и смотрю. Одна из ниш, которую я люблю, это наука. И знаете что? Я столкнулся с настоящей эпидемией вводящего в заблуждение контента. Спама, можно сказать. Множество каналов публикуют видео, созданные с целью манипулировать вашим вниманием. Эти видео написаны и озвучены ботами. А их создатели, естественно, руководствуются только исключительно одним желанием заработать как можно больше денег. Подобная активность, она приводит к множеству факторов. И она влияет на меня, как создателя контента, на людей, на вас, как зрителей. И такие объемы повторяющего контента, не вводящего в заблуждение зрителей, просто не дают шанс обычным нормальным креаторам достучаться уже до зрителя. До вас. Со своими настоящими и ценными видео. Давайте немного глубже сейчас погрузимся в проблему спамсевдонауки на YouTube. Итак, друзья, я сделал обычный поиск и нашел тысячи таких каналов. Вы можете это тоже все повторить. Я вам попозже сейчас расскажу, что вот это справа здесь за такие картинки и что они доказывают. Ну вот обратите внимание, канал Discovery Channel, да, почти 3 миллиона подписчиков. Вот Tour 5. 7 миллионов подписчиков. Ну, они все локализованы, чтобы вы понимали это. Все они стартовали на английском языке, но они локализованы на любой язык. 792 тысячи клиффхендри. Этот, возможно, и хороший канал. Это просто попал в выборку. Он может быть про кино. Неизвестный список канал, да. Давайте посмотрим, ну, видите, 185 тысяч подписчиков. Давайте посмотрим, что же я имею в виду. Смотрите, неизвестный список. Обратите внимание, какие кликбейтные названия 10 гигантов среди людей, которые действительно существовали. Ну, понятно, что это вымысел. Сгенерированная картинка с помощью Миджорни там или Кандински. Тесла. 10 невероятных изобретений Никола Тесла, которые вас удивят. Обратите внимание, сколько кликбейтных названий псевдонаучных здесь есть. Используют картинки Илона Маска и прочих известных личностей. Вот один из этих каналов, которые мы с вами смотрели. Но, видите, 974 тысячи. Похожий контент на нем. Я нашел его для того, чтобы показать вам, как оно работает. Относительно недавно созданный. Вы помните, мы уже с вами просмотрели картинки. Там были вот гиганты какие-то, да, вот снова. Тут он уже пока что без локализации. Возможно, другой у него создатель. Но суть примерно та же. Обратите внимание, здесь справа. Я выполнил поиск по картинке. Здесь вот именно на этом канале у нас три совпадения. Точно такие идентичные картинки, как минимум на трех каналах. Сейчас дальше мы с вами посмотрим, как оно выглядит на других каналах о картинках. Обратите внимание, да. Что-то голос говорит. Это синтетический голос, который говорит что-то. С текста создается. Сейчас уже клонировать голос совершенно не составляет никакого труда. Поэтому эти каналы берут набор картинок, берут примерный сценарий. Просто чат GPT его сгенерировать. И в стиле канала Discovery, каких-то научных программ, они начинают создавать вот такого рода контент. Работы здесь нет у монтажера. Я вам сейчас покажу почему. Смотрите, друзья. 17 часов, 17 часов, один день назад. То есть три раза в сутки, как минимум, они заливают новое видео на канал. Что это означает? Это означает, что ни один живой человек не способен с такой скоростью снять видео. Таких блогеров не существует на планете Земля. Почему? Потому что записать сценарий, его продумать, концепцию, найти материалы, сняться, сделать монтаж. Невозможно это сделать за несколько часов, а тем более по три таких видео 20 минутки создавать. То есть, грубо говоря, программа, нейросеть, загруженная со скриптом, с нужными картинками, генерирует вот такие вот видео и заливаются. Заливаются они тоже уже не обычным человеком, а программами. Где-то подключена нейросетка, автоматический загрузчик, и оно летит, летит, и оно на разных языках везде имеет успех. Давайте посмотрим другие каналы. Вот, например, Адме. Они себя позиционируют как очень крутых продюсеров, творчество, свобода, жизнь. В общем, у них есть собственный сайт. Обратите внимание, 16 миллионов подписчиков. Но работа по набору тех самых подписчиков именно такая, именно спамная. Вот обратите внимание, вот, например, вот на эту картинку. Ученые утверждают, что этот туннель может привести к Нефертити. Сделали поиск этой картинки, и обратите внимание, друзья, туннель Мэлли Туклеопатра 17 дней назад. А какие-то другие сайты ученые утверждают, везде вот эта вот картинка закинута. Другие каналы уже, видите, на испанском, на тайваньском, вьетнамском. То есть, эти видео бездонная туча. То есть, точно такая же работа и у ребят из Адме.ру, как и у других блогеров, которые создают синтетический контент. Вот еще один уже русскоязычный блогер, который работает по такой же системе. Схема точно такая же. Вот, обратите внимание, 10 вселяющих страх видео, 254 тысячи просмотров. Относительно недавно оно загружено. Ну, хозяин этого канала, наверное, немножко по-другому работает, поэтому у него контент медленнее загружается. Но суть какая? Обратите внимание, с помощью Google Search мы выполнили поиск. Очень много источников по этой картинке созданных видео на YouTube. То есть, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы ни были, вам примерно такое же все попадется, и вы посмотрите. Он состоит из нарезки чужих видео, каких-то фильмов, автоматически созданных. Именно этот канал, возможно, где-то там в руками еще все делает. Но если он освоит нейросети, то ускорится, будет вот таких вот видео клепать по 3-4 штуки в день. Получается, что это все будет и дальше развиваться. Вы хотите показать какой-то лайфстайл или какой-то обучающий материал. Все, вы не покажете, потому что те люди, которые сейчас освоили генерацию создания контента по скриптам, по сценариям, они это будут делать и получать огромное количество трафика. Но и в дальнейшем поведется, либо именно сосредоточится все вот это генерируемое у этих людей, либо же сама платформа придумает какой-то способ и просто изучив интересы людей, сама будет постоянно генерировать что-то на основе вот того, что имеется. Творчеству каюк, блогерства нету, вымирающий вид. Друзья, как вы думаете? Напишите в комментариях, есть ли будущее у блогерства на YouTube и в других соцсетях, или все же нейросети, она сделает нам. Как бы то ни было, плохая ласточка, она уже присутствует, она уже полетела низко перед нейродождем, перед спам, дождем, который ринется скоро, уже буквально в этом году, потому что выходят новые нейросети, которые не просто генерируют видео, а по описанию генерируют реалистичное видео. То есть вообще ничего не надо будет делать. И не у всех будет возможность захватить себе какой-то трафик. Обратите внимание, что фейковые и какие-то кликбейтные темы практически везде. Вот, например, вот этот вот ужасный человек с фантой, кимчины. Ну, здоровый человек, конечно же, поймет, что это выдумка, но есть люди, которые верят в плоскую землю. Есть люди, которые верят, что 5G-вышки будут управлять всеми людьми. Откуда берутся вот эти все предрассудки? Вот благодаря таким каналам, которые понапридумывают кликбейт названий и начнут массово эксплуатировать эту тему. Один-три раза человек посмотрит, и когда настоящий, не ученый, а блогер, который любит историю или любит науку и делает полезный хороший контент, он не получит просмотров. Потому что YouTube будет думать, что вот это научное, а у того человека скучная занудятина. Так оно работает. И все. И нормальной науки никто нигде никогда не увидит. Печально. Все человечество может оттупеть. Я, конечно же, где-то с сарказмом и с иронией рассказываю, но в этом есть правда. Мы с вами сейчас стоим на таком вот важном пороге, и мы можем на это повлиять. Если вы будете, видя такие каналы, отписываться от них, не позволять смотреть своим детям и тоже отписываться от них, и друзей просить, не обращать внимания, а поддерживать нормальных, настоящих блогеров, которые тратят свое время, талант, деньги. Они ищут и создают что-то полезное. И вы будете смотреть их и поддерживать, даже если они иногда скучноваты, то у нас есть шанс спастись. Вот такие картинки и привлекают внимание у большинства, к сожалению. В следующем видео я вам расскажу, как подобное в детский контент проникает. Вроде бы кажется безобидно, но оно там есть. Да, друзья, так работает человечек с психологией. Если человек видит вокруг себя только что-то определенное, он начинает в это верить. Так работает пропаганда, так работает маркетинг. Если мы все с вами попробуем от этого отписаться, тогда у нас есть шанс схранить человечество, я бы сказал-то даже. Профессиональные блогеры, которые меня смотрят, могут возрастить. Что ты такое говоришь? Все копируют друг друга. И YouTube фабрика плагиатов. Да, друзья, так оно и есть. Но действительно профессиональные блогеры, они не то чтобы копируют, они вдохновляются. Берут какую-то тему, раскручивают ее, что-то от себя добавляют, и получается что-то улучшенное. Так же и художники работают. Ну, все, весь мир таким же образом работает. Поэт, когда находит музу, он же ее копирует, то вот он вдохновился и перенес ее на язык поэмы там своей. Или там художник запечатлел там новую какую-то богиню, но он все равно с реального человека что-то скопировал. Правильное копирование и то, что создают все-таки блогеры, основываясь на какой-то идее, подсмотренной у другого, ничего плохого в себе не несет. Вот синтетический контент, который перекопируют, ничего нового не привносит сюда и захватывает время. Ваше, мое, наши все планеты. Другими словами, подобная нейрогенерация создает из нас с вами жителей фэнтезийного мира. И пора с этим что-то делать, иначе потом будет поздно. А для того, чтобы составить конкуренцию вот таким вот спам-блогерам, вы можете использовать наш сервис, который вам поможет всего лишь в один клик локализоваться на 140 языков и получить трафик от зрителей со всего мира. И это позволит нам с вами составить конкуренцию, спам-контенту псевдонаучному, да и любому другому. А если вы только начинающий блогер, в шапке канала есть инструкция о том, как свой раскрутить канал, совершенно бесплатно забирайте. Подписывайтесь на наши все сети, пишите комментарии ваши, что вы думаете, и до встречи в новых видео. С вами был я, сооснователь сервиса Creator Tools Игорь. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok